опа есть здесь пацаны залетаем быстро 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 хух это было так неожиданно так выходим выходим ну покинуть дом у мой зеленый мой зеленый офигеть это уже не может быть всем привет пацаны с вами стенд лютер вчера как вы все знаете вышло обновление на размере которая просто изменила многое я могу 10 минут говорить что добавили что исправили что изменили но суть сегодня не в этом для меня как для человека который идет миллиарду самое главное что добавили новую рублевку и новый поселок это самый лучший вариант для заработка но который попортил все мои планы я несколько дней для вас готовил видео про перекуп как я жестко зарам сил на был рынке и о том как я наконец-таки продал свой дом в шахтерске но у нас нет времени ждать потому что если бы вышло то видео то вот это который сегодня выходит вышло бы дней через пять только а я думаю что пять дней никто из нас не хотел бы ждать правда поэтому я для вас постарался ночь не спал за что жду от вас пацаны фидбэк ну и пока вы все делаете начинаем самого начала все мы знали что выйдет обновление но точной даты никто не знал да и подумать вообще о ловле я тогда не мог потому что я думал что на новой рублевке новых домов не будет свободных ну и в принципе занимался своими делами всего я вам не буду рассказывать но в двух словах я встретился с дани мы ходили с ним на ловле домов ничего не споймали спойлер я продолжил продавать свой дом в шахтерске и купил несколько тачек для перекупа на воу рынке по итогу я дом с теплицы продал человеку который у меня 12 дней в дискорде просил продать за 40 лямов но там тоже интересно было историй как он захотел за 39 ну да ладно взял за 40 кидаем дом за 20 миллионов продано и кидаем сейчас огород так кидаем с вами 20 миллионов 30 тысяч есть спасибо и тебе в плюсе я остался на 3 миллиона рублей что неплохо но я хотел намного больше ну ладно сразу после этого мы поехали на слет и я поискал себе квартиру в госе по итогу я взял в арзамасе за 250 тысяч классную квартиру возле спавна такой дешевый квартира у меня не было никогда после чего мы поехали на бу рынок покупать тачки на перепродажу срочно продам в класс еду на был телефон 313 414 цена 5 срочно отдаю голову жду здесь пацаны эти в классы по 6 7 лямов стоит почем а чё по тюнингу заезжаю я пацаны секунду секунду пацаны я сейчас одну машину заберу который должен и потом договоримся вот он вот он кидай подождите пацаны так это офигеть это не стук кидай кидать это не обман подождите то кидает офигеть ставим стоимость 7500 отдаешь ауди за лям 500 давай почему бы нет если предлагают что не брать за лям 500 это что такое вроде бы фигня фигня на бу рынке а тут уже раз варианта два варианта два износа ладно полтора ляма пацаны забираем все спасибо давай пока не передумал и фильм момент слейте 6 миллионов восемьсот тысяч кидаем продано есть не хочешь обмен на что я первый кинул m5 f90 какая доплата тдп 3кк так доплата 3кк да да это 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 отличная цена да давай давид только подожди не 3кк давай договоримся не 3кк а 28 гол реально реально он предлагает мне такой обмен я даже птс не посмотрел забираем погнали кидаем ему audi за 4000 пацаны мне это бэха выходит в 4 миллиона триста тысяч это же вообще копейки вообще копейки все спасибо давид но ее понятное дело надо сначала перекрасить потому что этот цвет не годится для продажи раз-два-три раз-два-три кидаем за 5 лямов и вот ему пишут бери бери все за 5 лямов продано есть плюс 700 тысяч пацаны итог перекупа того дня был такой с дома и теплицы я заработал 3 миллиона рублей с мерседеса в класса я заработал 1 миллион восемьсот тысяч а с audi и bmw заработал 700 тысяч и того за один день и заработал 5 миллионов пятьсот тысяч трудно представить но даже в день обновления я не планировал ничего ловить все дело в том что я не знал когда она выйдет я не смотрел ролики про новый поселок и так далее но все изменилось когда мне написал мигель оказывается будут свободны новые дома в арзамасе и которые выглядят как старая рублевка я этому очень обрадовался потому что это самый быстрый лучший способ заработка да еще и очень интересный но еще сильнее я обрадовался чуть позже когда узнал что из-за того что вот эти дома все добавляются все резко начали продавать свои обычные дома и свой дом шахтерский я бы не смог продать потому что даже дома в лесном которые стоят по 70 лямов сегодня пытались продать за 40 но никто у них не брал все хотели словить новые дома ну и чтобы у меня были хоть какие-то шансы я понял что мне надо покупать дом на колесах потому что где эта машина припарковано там ты появишься ну а если у меня не будет этого дома на колесах то он будет у других и другие люди словит а я нет потому что пока я доеду пройдет полчаса поэтому я прямиком поехал на бау рынок высокого класса найти такой нибудь хотя бы какой-нибудь дом пока его другие люди не купили ну и что вы думаете на весь бау рынок был только один дом и по итогу его просто выставили для красоты меня проигнорили и не захотели продавать короче я разозлился и подумал ну нахер этот дом на колесах и так словлю но злость моя продлилась недолго я решил поехать в автосалон этих автомобилей посмотреть сколько они там стоят оказывается самая дешевая toyota стоит 4 миллиона рублей это и не много не мало не знаю пацаны я решил подумать и поехать опять на бау рынок может там есть что-нибудь найду ну и понятное дело там ничего не было даже тут один дом который стоял это его сняли и я задумался о покупке новой машины я посмотрелся за и против и понял что если я не словлю то я продам эту машину за 2 миллиона рублей и буду рисковать двумя миллионами а если я словлю дом то я смогу на нем заработать несколько десятков миллионов поэтому я решил что все-таки стоит рискнуть и купить его сразу после этого я решил его красиво покрасить все таки время у нас еще есть и поехал на место предполагаемое где будет находиться новый поселок я пересмотрел видео у ковалевского и стал на нужном месте в какой-то момент планы вдруг резко изменились пока мы все качали сборку обновления я смотрел стрим ковалевского которая анонсировал что оказывается на новой рублевке некоторые дома будут в госе их немного штук пять максимум и стоят они будут 40 миллионов после этой информации я очень хорошо призадумался я не знаю пацаны у нас есть два варианта мы можем словить дом в арзамасе там домов будет больше конкуренции меньше но мы можем в то же время поехать на новую рублевку там домов намного меньше в госе конкуренции намного больше но шанс заработать просто несколько сотен миллионов за один день очень высокий все работает замечательно мы видим что в нужном месте заспавнивался и вот просто ничего не делай стой на месте и заберешь себе дом но блин пацаны я не знаю совершенно не знаю что мне делать как поступить правильно угоу-гоу-гоу чё происходит жесть вы посмотрите какой interstellar просто происходит старый маппинг еще с новым не совмещен офигеть но после рестарта это все пропадет но сейчас это выглядит очень круто прикольно давай 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 объезжаем объезжаем куда мы попали еще на всякий случай ставим стейш мне в любом случае хватит денег все пацаны минус 7 лямов стоит оно того или нет но мы прямо сейчас едем на новую рублевку я буду ловить именно ее да практически невозможно будет там словить дом но почему почему не попробовать почему я не буду тем самым человеком который именно сможет это сделать поэтому едем и ловим мы подъехали я сейчас собернусь и впервые увижу эту рублевку который все говорят и еще одна один прикол почему-то вот сейчас когда вышло обновление когда скачал патч все замедленно почему-то вот я еду два-три раза медленнее ну ладно не суть разворачиваемся пацаны офигеть офигеть какая она здорово и по этой реке плывет вот этот вы посмотрите корабль майами или нет он просто не обновлен сейчас чей-то дом зацепит сломает прикольно ну ладно на всякий случай если крашник паркуемся постоянно по дороге чтоб случае чего мы как можно ближе заспанились важно ремарка надо понимать что вышел патч который мы все скачали и теперь у нас видно новую рублевка новый поселок но купить дома мы пока не можем для того чтобы сервер начал нормально работать надо дождаться перезагрузки сервера а когда она произойдет неизвестно она может произойти в любой момент вау вы посмотрите ничего себе ничего себе это что за замок армянский я хочу себе это вау вы посмотрите какие красивые и вот этот блин вот знаете мне в принципе хочется тот самый крутой забрать но если мы возьмем какой-нибудь подальше то у нас будет шанс что там будет меньше людей у по restarting пошел это что-то означает пацаны а по подключение пошло почему не могу зайти перезагружаем игру блин только успеть погнали так пацаны заходим чё ладно забыл тогда сказать оказывается это было обычный рестарт никак ни с чем не связанный никаких домов не появилось по итогу какая у меня тактика вот этот самый лучший дом который я вам говорил на заезде который находится есть еще один он находится здесь на краю чтобы никто рядышком не видел я вот здесь стал один не надеюсь что никто сюда не подъедет ну и что вы думаете встал я начал ждать этого рестарта а его все не происходило не происходило в общей сложности я просидел так часов шесть наверно я не вру часов шесть я сидел перед компьютером ну может короче посчитайте если я начал где-то часов в пять а закончил двенадцать часов ночи вот столько я сидел и ждал пока будет рестарт это 6 и фью момент слейтел опа сервер будет перезагружен течение пяти минут хух ну наконец ну наконец я уже чуть не умер я так устал пацаны я часа уже три-четыре тут сижу как влитой просто все пацаны одна минута осталось у меня просто дремор какой-то я не могу жесть это сейчас очень важно очень важно все пацаны 10 секунд 8 7 6 5 4 3 2 1 Хо-хо-хо-хо-хо-хо, кошмар, кошмар, просто. О-хо-хо, пошло, пошло. Хо-хо, пацаны, адреналин просто так и шкалит, так и шкалит. Я в шоке просто. Опа, пошло, пошло, пошло. Так, спокойствие, надо не спешить сильно, чтобы всё было нормально. Главное, чтобы мы подключились сразу, иначе это всё фейл. Отключение к игре. Вы отключены от сервера? Блин, если сейчас кто-то зашёл, а я нет, это всё, это конец. Быстро надо перезаходить. Давай, 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 быстрее. Фух. Я боюсь, что сейчас всё будет потеряно. Так, фотоигру, подключение выполнено, начинается фотоигру. Давай, заходи быстрее, ну. Блин, чтобы сейчас ещё с первого раза зашло, чтобы не зависло ничего. Считаем 5 секунд и перезаходим. 1, 2, 3, 4, 5. Всё, перезаходим. Всё, люди пишут, плюс дом, плюс дом. В чате. Блин. А у кого-то не заходит? Ещё непонятно. Блин, 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 уже пацаны, сколько времени прошло, уже минуту больше. Уже больше минуты зашло. 11 сервер спид пишут. Ну, я это очень надеюсь на это. Я очень надеюсь, что у всех не заходит, не только у меня. Это было бы очень хорошо. Я смотрю чат у Ковалевского, у других тоже не заходит. Пока непонятно. Будем перезаходить каждую секунду. Фух, нормально, нормально. Я думал, у меня одного так. Это очень хорошо. В конечном итоге сервер заработал только спустя 16 минут. И все эти 16 минут я перезаходил каждую секунду. Но я понимал, что все эти сложности могут стоить того. Потому что в какой-то момент случилось это. Опа! Есть, есть, пацаны, залетаем. Быстро, быстро, быстро. Фух. Это было так неожиданно. Так, выходим, выходим. Ну. Покинуть дом. О, мой зелёный, мой зелёный. Купить. Есть, есть, есть. Там же был человек. Который подошёл и не купил. Офигеть. Офигеть. Есть. Я купил самый лучший дом, который просто есть. Самый лучший. Я в шоке. Господи. И причём, смотрите, уже дофига людей здесь есть, которые зашли до меня. 270 человек на сервере. И я его словил. Я его словил. Да, есть. 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 Ха-ха-ха. Пацаны, прошло уже несколько минут. Я немножко успокоился. Но нет, я нихрена не успокоился. Вы посмотрите на это, а. Вы посмотрите просто на это. Это мой дом. Вот сейчас я вам покажу с птичьего полёта, а. Ха-ха-ха. Это самый лучший дом. Не устану говорить. Это самый лучший дом. Вы посмотрите. А посмотрите, какой здесь гараж шикарный. У меня дома такого шикарного никогда не было, как у меня гараж. Ха-ха-ха. Я вам скажу одно. Верьте в себя. Я своим примером вам показываю, что всё-таки всё возможно, что можно с нуля разбогатеть, стать миллиардером. Ну, как бы ещё рано об этом говорить. По крайней мере, мы вот мультимиллионером стали. Минимум пару сотен миллионов у нас точно есть. И ещё одно. Сейчас вышло обновление. Это даёт просто такие для нас возможности. Мы можем, пацаны, пойти на охоту. Можем создать банду. Вы сто лет меня просите создать банду. Я могу собрать всех пацанов, всех вас. Создать самую большую банду. У нас будет самая крутая база. Мы можем захватывать ещё базу. Пашупела. Другие базы. Я чувствую, что грядёт что-то очень важное. Что-то очень интересное. Поэтому, пацаны, подпишитесь, если вы не подписаны до сих пор. Колокольчик, чтобы не пропускать серии. Напишите комментарий в поддержку. Для меня это очень важно. Вступайте в телеграм-канал. Там за несколько дней до выхода серии все новости сливаются. Я там в чате со всеми с вами общаюсь. Каждый день там сижу. С вами был Стэн Лютер. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok